Инвестиции Инвестиции – это важная тема. Это, прежде всего, то, на чем движется экономика. И зачастую размер инвестиций не всегда может говорить о том, насколько эффективна экономика. Например, взять и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Это совершенно разная эффективность, потому что в Китае меньше вкладывают в цифрах абсолютных, а выход у них выше. Здесь тоже можно сравнивать и в России. То есть, если мы говорим о Башкирии, надо учитывать, что объем инвестиций – это 620 миллиардов. Много это или мало? Потому что очень часто у нас начинают манипулировать цифрами. Это 17-е место в России. Если сравнить по численности населения, Башкортостан занимает 8-е место. То есть, это свидетельство о том, что у нас очень низкий уровень инвестиций на душу населения, потому что вот это сразу видно, куда идет инвестор. И если мы об этом начинаем говорить, то у нас получается, что если сравнить с Татарстаном, на душу населения у нас в два раза меньше инвестиций вкладывают, чем наших соседей. Чем это связано? Дело в том, что наши соседи подходят комплексно, создавая экосистемы для инвесторов, формирующие им высокую доходность и, главное, устойчивую доходность. Например, они сумели создать особую экономическую зону Иннополис, и вокруг него научно-образовательный центр Иннополис, который не только стал точкой привлечения инвестиций, он создал определенную экосистему за счет взаимодействия не только в самом Иннополисе, но и также взаимодействия с технопарками, размещенные в Казани, набережных Челнах и также в других городах Татарстана, которая дала очень мощный толчок для их развития. И, естественно, большинство владельцев цифровых технологий, видя, как это все у них эффективно работает, они начали вкладываться в эту отрасль. У нас, к сожалению, в основном вкладываются в традиционные отрасли. Это сельское хозяйство тоже нужно, но это не определяющая система развития. И в результате у нас, если мы смотрим непосредственно по уровню на душу населения, то на одну треть меньше, чем в среднем в России. То есть, если в России идет 232 тысячи на одного человека вкладывается, то в Башкирии 152 тысячи. Это достаточно характерно для нашей республики. И, естественно, это связано с инновационным отставанием республики. Если мы возьмем по высокопроизводительным рабочим местам, которые достаточно четко характеризуют уровень развития экономики, мы на 51 месте. И, соответственно, что такое высокопроизводительность труда? Это рабочие места. Это прежде всего то, что один человек создает больше 2-3 раза, если он работал в другом месте. И это очень большая работа. Почему наша республика не хочет это развивать, это сложно сказать. Наверное, во многом связано это с формальными действиями. У нас привыкли предлагать крупному бизнесу достаточно большие налоговые преференции. Они исчисляются десятками миллиардов рублей. Например, в прошлом году крупный бизнес получил налоговых преференций в 18 миллиардов. Это фактически 12% от собственных доходов республики. Это бюджеты республики. Ну, соответственно, они получили пользу, но они не стали больше в нас складываться. Потому что они и так бы получили то, что им надо, если бы не было налоговых преференций. Потому что ваша нефть, как она добывала нефть, как она развивала свои заводы, она так дальше и делает, потому что ей нет смысла что-то еще добавлять. А вот на инновационную составляющую, создание инфраструктуры инновационной, к сожалению, у нас денег нет. Денег нет, прежде всего, что неграмотно используются ресурсы республики, не создается система привлечения инвесторов. Потому что инвесторы идут туда, где есть хорошие условия, стандартные, не ручное управление, они все этого боятся, а институционные условия, что они знают, что входя в, допустим, особую экономическую зону ОЛГА, они получат то-то, то-то, то-то. И в первую очередь их волнует, какая будет доходность. И если мы посмотрим большинство институтов привлечения инвестиций, мы начинаем говорить о том, что мы с вас меньше будем брать налогов, но только придите, это не работает. Нужно, прежде всего, делать так, чтобы была повышенная доходность. А это нужно работать нашему экономическому блоку правительства, но, к сожалению, он не работает системно, но эффективно тратит на различные мероприятия деньги, которые не являются значимыми для экономики республики. Я хотел бы, чтобы все-таки наше руководство республики пересмотрело свою экономическую политику и позволило вывести нашу республику в лидеры, каковым она была в 90-е годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова